Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. Сейчас коротко главная тема этого дня. Спасение косули в Красноярске животное увидели на Николаевском мосту. Оно металось между машинами. Репортаж со спасательной операцией. Тише, тише, тише. Что останется после универсиады? Сохранят ли парк на острове Татышев? И по каким маршрутам будут ходить новые автобусы? Пасмурно и тепло. К выходным синоптики обещают до плюс 12. Подробный прогноз погоды от специалиста гидрометцентра. И как люди отстаивали право на свободный интернет. Во многих городах прошли митинги против нового закона. В Москве на проспект Сахарова вышли 15 тысяч человек. Великая Россия! Свободный интернет! Россия будет свободной! Сегодня на Николаевском мосту красноярцы заметили раненую косулю. Люди снимали ролики, выкладывали в соцсети и волновались. Но мы не заметили, чтобы кто-то остановился и помог. За судьбой косули следил Илья Филонов. Кто-то сбежал из его ручья. Он плачет. Косулю горожане увидели на Николаевском мосту еще утром. Вся морда в крови и животное напугано. Оно мечется между машинами. Ближе к обеду этого же зверя заметили на правом берегу. Ольга Карейниди рассказывает нам, как ее соседка Жанна Васильевна отбила косулю от бородячих собак и убежала по своим делам. Ну, собака, она кидалась. Я только видела, что она обломала ветку и собак начала отгонять. Там собаки были. Потому что у нас там повыше. Там собак-то много, которые такие, беспризорные. И, может, эта собака до конца и бежала. Когда бродячие псы убежали, косулю заперли во дворе за забором. Вызвали специалистов. Из Ройва ручья приехали через полчаса. Чтобы спасти животное, его пришлось временно усыпить. Пока снотворное действовало, косулю осмотрели. Раны на боках старые, а кровь на голове из-за того, что зверь сбросил рога. Его жизни ничего не угрожало. Это примерно трехгодовалый самец, взрослый самец уже, половозрелый самец. Существенных нарушений у него нет. Тех, с которыми чаще всего мы встречаемся в виде каких-то серьезных ран в области кожи, больших разрывов, часто бывают переломы конечностей. Таких у данного животного нет. Зверю обработали раны и увезли в питомник. Когда животное окрепнет, его выпустят на волю. Сейчас, говорят специалисты, животные мигрируют. Как раз через Красноярск. И в таких случаях не нужно помогать зверю провожать его и подгонять. Лучше сразу звонить в Министерство природы по телефону 227-7259. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК. Уже завтра последний день студенческих игр. Вечером церемония закрытия универсиада. Она пройдет в Платинум-Арене, начало в 20.00. Сценарий шоу держится в секрете. Его подготовил известный фигурист и серебряный придер Олимпиады в Сочи Илья Авербух. Добавлю, на закрытие универсиады приедет премьер-министр Дмитрий Медведев. Красноярцы смогут посмотреть шоу на больших экранах в парке универсиады возле БКЗ, на острове Татышев около главной елки, а также на театральной площади у торгового центра Краснояре и даже в аэропорту. Сборная России на универсиаде завоевала почти половину всех медалей. В медальном зачете мы сейчас безоговорочные лидеры. 108 наград. Какие заработали сегодня, расскажем в обзоре далее. И это Ефимов по России! За медали в славами Семен Ефимов борется в последний раз. Его соперники австриец Ричард Лейтгеб и француз Пака Рассад. Золото нужно всем троим. Но в первом прокате иностранцы финишируют в десятке, во втором в тройке. По сумме баллов так и вышло. Россиянин, австриец, француз. Последняя гонка сегодня и у лыжниц во всех заездах. С 1 по 10 марта первыми финишировала русская тройка – Жамбалова, Смирнова, Кирпиченко. Этот день не стал исключением. В Мастарте Жамбалова откатала на золото, Смирнова – с серебром. Яна Кирпиченко замыкает тройку лидеров. Золото и серебро для России заработали фристайлистки Мальцева и Антонова. У мужчин – Набиулины Вихров. И к этой минуте у спортсменов из России 108 медалей. 39 – высшие пробы, 38 – серебряных и 31 – бронза. Кстати, всего их 228. Остальные 111 наград между собой поделили 17 стран. Ближе всех к нам Южная Корея. Японцы на третьем. Валера мечтал побывать на финале хоккея с мячом на универсиаде. И он был там. Об этом мы не могли не рассказать. Наши коллеги из Матч ТВ почтили память друга и оператора ТВК Валерия Козеки. На финальном матче по хоккею с мячом они прикрепили к камере его фотографию. Валера часто работал на спортивных и культурных трансляциях. Он должен был снимать и универсиаду. Но в августе его не стало. Оторвался тромб в ноге. Ему было 46. На ТВК Валерий Козека проработал 23 года. В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 733 Max. Погибли все, кто находился на борту. Это 149 пассажиров. Среди них трое россиян, а также 8 членов экипажа. 10 марта в 8.38 утра самолет вылетел из-за Дисабебы. И уже через 6 минут лайнер пропал с радаров. Позже его нашли в 60 километрах от аэропорта. Как сообщают очевидцы, на месте крушения был сильный пожар, а спасатели приехали только спустя 3 часа. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Однако в авиакомпании Эфиопион Эрлайнс, говорят, вскоре после взлета пилот сообщил о трудностях и запросил разрешение вернуться обратно. После с ним пропала связь. Сейчас на месте крушения работают спецслужбы. На борту самолета находились жители 33 стран. В том числе США, Канада, Великобритания и Кении. А также трое туристов из России. Александр и Екатерина Полякова. Они работали в Сбербанке. Еще один турист Сергей Вяликов. Сегодня в Эфиопии объявлен траур по погибшим. И эта катастрофа уже не первая с участием такой же модели Boeing. В октябре 2018 в Индонезии лайнер упал в море. Погибли 189 человек. Специалисты отмечают, что оба самолета фактически были новые. Их начали использовать только в мае 2017 года. В авиакомпании Boeing заявили, что внимательно следят за ситуацией. Из-за катастрофы отменили презентацию нового самолета. А в Китае уже ввели временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 Max. А сегодня в 5.20 утра в аэропорту Красноярск экстренно приземлился Boeing, авиакомпании ICAR. Он летел из Сургута на Пхукет. В небе отказала энергосистема и пилот запросил посадку в аэропорту Красноярск. Никто не пострадал. За пассажирами сразу же вылетел другой самолет. И в три часа дня люди полетели дальше. Boeing же обследовали и отправили обратно в Сургут. Пока с эксплуатации его сняли. Плюс 12, а потом и резкое похолодание. Прямо сейчас подробный прогноз погоды на неделю. На связи со студией специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Добрый вечер, Иван. Я читала, что возможен первый весенний дождь. Когда зонтики брать? Добрый вечер. Ну, пока все-таки можно обойтись без них. Хотя, вероятно, все-таки есть небольшого дождя. Высока она в среду и в четверг. Но, скорее всего, он будет, если и будет, то будет перемежаться с мокрым снегом. По количеству весьма небольшим. Все потому, что на юге Сибири сохраняется близкий к рекордному повышенный температурный режим. С волнообразным поступлением тепла в юго-западных воздушных потоках. Кратковременный, относительно прохладный период уже завершается. Завтра днем ждем, что ветер повернет на западный. Немного усилится. Небо станет пасмурным. Есть вероятность небольшого снега. И в дневные часы прогрев чуть выше нуля. В дальнейшем все-таки юго-западный воздушный перенос восстановится. К нам начнут поступать прогретые воздушные массы с Алтая. В городе потеплеет. В среду и в четверг по ночам около нуля. После полудня до плюс пяти. Ну, а дальше еще больше. В пятницу и в субботу воздух может прогреться до плюс одиннадцати градусов. Возможно, еще сильнее. И это только в тени и при преимущественно ясном небе. Однако, такой значительный прогрев будет связан с приближением запада холодного атмосферного фронта. И да, действительно, в воскресенье, согласно предварительным прогнозам, ожидается уже снег и резкое похолодание. Некритичное. Около нуля в дневные часы или даже слабый минус. И примерно такая же погода сохранится еще несколько дней. Но об этом более подробно через неделю. Дарья. Да, спасибо, Иван. Я напомню, это был специалист гидромедцентра Иван Гордеев. И прогноз погоды на неделю. К выходным потеплеет до плюс двенадцати, но потом резкое похолодание. Уже сейчас в Министерстве спорта разрываются телефоны. Родители хотят записать детей в кружки на новых объектах универсиады. Как будут работать стадионы после игр, об этом через три минуты. И уникальный концерт в Красноярске. На сцене БКЗ под классическую музыку выступают спортсмены на роликах и велосипедах. Прямое включение через шесть минут. Губернаторский управленческий резерв. Краю нужны современные руководители. Вы активны, устремлены в будущее, готовы добиваться результата. Участвуйте в конкурсе «Губернаторский управленческий резерв». Заявки принимаются до 20 марта. Подробности на сайте командокрая.рф Полторы тысячи человек сегодня вечером больше часа стояли в очереди на концерт Джона Ньюмана. Это известный британский певец. Зрители запускали очень медленно. Каждый проходил через рамку металлоискателя. Сам Джон Ньюман прилетел в Красноярск утром. В своем инстаграме он выложил фото с подписью «Сибирь – это ужасный мороз». На улице в тот момент было минус 7 градусов. Певец прилетел в Красноярск в рамках культурной программы студенческих игр. Прямо сейчас в МВДЦ «Сибирь» идет его концерт. Но мы можем показывать только любительское видео. Певец запрещает снимать выступления. Билеты на концерт раздавали бесплатно в билетном центре универсиады. И только два в одни руки. Красноярцы по несколько часов также стояли в очереди. Экстремальная классика. В БКЗ прямо сейчас идет спортивный концерт. Экстремалы из центра «Спортекс» показывают трюки. Под музыку симфонического оркестра. Спортсмены даже ездят по залу на велосипедах. В Красноярске это шоу впервые показали в 2016 году. Для России оно уникально, говорят организаторы. Софья Питеркина сейчас находится в зале. Соня, делись впечатлениями, что сейчас происходит. Да, я прямо сейчас нахожусь в большом концертном зале. Здесь вот буквально пару минут назад закончился спортивный спектакль «Экстремальная классика». Вот вы видите, еще зрители до сих пор не ушли, не хотят расходиться. Видимо, делятся впечатлениями, потому что действительно есть чем поделиться. К слову, зал был полный, было очень много людей. Билеты раскупили заранее. И все были просто, мне кажется, в восторге. Давайте пока еще никто не ушел, пойдем и спросим у кого-нибудь, как они оценивают выступление. Ой, здравствуйте, поговорите с нами. Поделитесь впечатлениями, как вам выступление, как вам спектакль? Вы знаете, это спектакль, от которого переполняют чувства. И очень радостно, что нам удалось на него попасть. Могу сказать, что я покупала билеты в ноябре, чтобы подарить на Новый год своему племяннику этот билет. И нам обоим очень понравилось, потому что это действительно очень необычно. Мы ждали этого похода с 2016 года, когда состоялась премьера. И вот наконец-то все сложилось. Потрясающе, потому что и у спорта, и у музыки, и у творческих людей, наверное, у достижения одна природа. Поэтому замечательный тандем и, конечно, восхищение. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну и давайте, наконец-то, уже немножко посмотрим, как же все это выглядело и кто же был на сцене. А там были очень много интересных людей. Это был и паркур показывали, показывали и трекинг, и на велосипедах тоже катались. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и я напомню, что этот спектакль организовали совместно Краевая филармония и Центр Спортекс. Так скажем, совместили экстрим и музыку. Выглядело, конечно, это очень мощно. Спектакль будут еще повторять, так что следите за афишей. На этом у меня все. Студия. Спасибо. Я напомню, это была Софья Питеркина с прямым включением из БКЗ. Там проходит необычное шоу «Экстремальная классика». Ну а мы продолжаем. Универсиада принесла Красноярскую не только эмоции и радость побед. В городе останутся стадионы. Министерство спорта планирует увеличить набор в детские спортивные школы. Пополнится парк автобусов. Правда, полюбившиеся красноярцам парк универсиады на острове Татышев разберут. Что еще останется, расскажет Виталий Поляков. Гриша на соревнованиях в первый раз, но его прям распирают от счастья. Болеть ему нравится безумно, а после того, как он посетил универсиаду, хочется как к спортсменам побеждать, получать медали, раздавать интервью. Правда, пока Гриша не определился, что ему больше нравится. Или камни катать, или кататься самому. Я на герлинг хочу. У меня лыжи для горнолыжного спорта. То есть ты уже готов почти, да? Нет, я еще не научился на лыжах. 12 спортивных стадионов универсиады строили и реконструировали, в том числе для Гриши и других мальчишек и девчонок Красноярска. Они после всемирных студенческих игр смогут там тренироваться и расти до больших чемпионов. После проведения универсиады у нас шквал звонков родителей привлечь и записать детей в одну или в другую секцию. И в 2019 году мы увеличим количество занимающихся детей на 2000 человек. Для нас это тоже показатель, к которому мы стремимся. Присматриваться к различным видам спорта детям и их родителям желательно уже сейчас. Записаться можно будет ближе к началу учебного сезона, к сентябрю. После универсиады благодаря новым спортивным объектам Красноярск продолжит принимать соревнования самого высокого уровня. Край сейчас ведет переговоры о проведении мировых чемпионатов по хоккею с мячом, ориентированию, сноуборду и другим видам. После проведения универсиады Красноярск получил необходимый опыт для организации самых различных событий, не только спортивных. Казань, для примера, сумела подготовить команду, которая затем, после универсиады, провела чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу и многие другие события. В конце марта на Сопке пройдет чемпионат России по фристайлу. Этот спортивный комплекс уже называют одним из лучших в мире. Определенно, красноярцам повезло. Этот комплекс спортивных объектов расположен так близко к городу, к его центру. Я такое мало где видел, и это классно. Но не только спортом живут красноярцы. Городу планируют передать закупленные для универсиады автобусы. Пока не ясно, какая часть останется у нас, а сколько передадут в районы края. Плохая новость. Парк универсиады на острове Татышев должны в ближайшее время демонтировать. По данным мэрии, это случится до 15 марта. Тем, кто там не был, стоит поспешить. Вот оно, еще одно наследие Красноярской универсиады. Заборы, колючая проволока, контрольно-пропускные пункты. Все это необходимо для обеспечения безопасности при проведении крупных соревнований. Вот здесь мы на центральном стадионе, а здесь заборы необходимы для проведения чемпионата России по футболу. Так что вот таких оградок в Красноярске будет значительно больше. Виталий Поляков, Михаил Зинкевич, новости ТВК. Митинги против изоляции Рунета прошли по всей России. Самая массовая акция протеста в Москве, она была согласована властями. По данным организации «Белый счетчик», на митинг вышли больше 15 тысяч человек. Полиция же начитала 6,5 тысяч. Люди начали собираться на проспекте Сахарова за час до начала. Приходили с плакатами «Изоляция – это смерть», «Русские достойны свободы», кричали лозунги «Руки прочь от интернета». На митинге выступила группа «I speak», концерты которой также запрещали в России. Она исполнила свою самую известную песню «Смерти больше нет». Великая Россия! Свободный интернет! Россия будет свободной! Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Не обошлось на митинги без задержания. Еще перед началом акции полиция посадила в автозаке 15 человек с воздушными шарами без объяснения причин. А ближе к концу митинга, когда люди двинулись с площади, полиция задержала еще 13 митингующих, в том числе несовершеннолетнюю девушку. Уважаемые граждане, будьте внимательны и выходите на проекцию. Бегут и просто выхватывают людей из толпы рандомно. В Санкт-Петербурге акция протеста прошла более мирно, хоть и не была согласована. Несколько человек собрались у здания Роскомнадзора, зажгли фаеры, наклеили на дверь сигнальные ленты и плакаты здесь насаждают цензуру. Митинги прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Омске и Иркутске. Там протестовать вышли в среднем 20 человек. Акции были согласованы. Напомню, на прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект сенатора от Краснодарского края Андрея Кришеса. По замыслу взяли от Сэрунета, это якобы для защиты, если вдруг Запад решит отключить нас от глобальной сети. По разным оценкам, на реализацию законопроекта понадобится 20 миллиардов рублей, хотя изначально говорили, что из бюджета не потратят ни копейки. Добавлю, Андрей Кришес известен своими скандальными законопроектами. Так, например, на прошлой неделе Госдума в третьем окончательном чтении приняла сразу два его законопроекта о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете. Россия-Канада. Хоккей-шайба. Легендарное противостояние проходит прямо сейчас на льду арены Север в Красноярске. Финал универсиады среди женских команд. За матчем наблюдает мой коллега Виталий Поляков. Он в прямом эфире. Виталя. Да, обалденная здесь фирма-космосфера. Билеты уже 0-2. Самое интересное, что первый тайм уже позади, а счет пока 0-0. Наши вроде как давят Канады, но пока это не приводит к результату. Шайба не идет. Сейчас второй тайм. Пока наши, конечно, давят уже 0-3-4, но пока счет 0-0. Теоретически наша команда сильнее Канадок. Они в предварительном и нашем предварительном раунде, в групповом турнире выиграли все свои игры, в том числе выиграли матч у Канадок. За счетом 4-2. Но пока уже практически середина второго тайма. И пока счет не открыт. Но интересно, что Канадки и наши девочки это принципиальные на самом деле соперницы. По нашим данным, вот сегодня даже произошла по трибунам помещение такая небольшая перепалка между нашими спортсменками и нашими соперницами. Ну, известно, что матч Канада и Россия, Канада и Советский Союз, это всегда были матчи самые напряженные. И смотря только, вот этот матч только доказывает вот это утверждение. И пока счет не открыт. Ну, ждем и надеемся, и более, что все-таки именно мы выиграли в этот университет. Даша. Спасибо, Виталя. Мы продолжаем выпуск. Красноярские родильные дома с апреля начнут закрывать на ремонт, а банковской картой без пароля можно будет оплатить покупку на 3 тысячи. Об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Ремень безопасности – это хорошо, но нужны еще подушки безопасности. Это слова начальника отдела ГАИ Алексея Чуприна. Он хочет усилить меры безопасности во всех автобусах страны, а именно установить подушки безопасности, усилить каркас и крепление сидений. К 2020 году эти новшества должны оформить законодательно, но еще не один год понадобится, чтобы переоборудовать все автобусы в стране. Красноярские роддома закроют на ежегодный ремонт. Первая в списке – межрайонная детская клиническая больница номер 1 с 24 апреля до 12 мая. С 13 мая по 31-й будет закрыт 4-й роддом на Устиновича, а с 3-го по 30-е июня – родильный дом номер 2. Это график на весну и лето с полным, можете ознакомиться на нашем сайте tvk6.ru. Специалисты говорят, если ваш роддом оказался в списке закрытых, нужно обратиться к своему акушеру-гинекологу за направлением в другой. С апреля оплатить картой можно будет покупку больше, чем на 3 тысячи и не вводить при этом пароль. Правда, сделали это только на картах виза. Раньше лимит был тысяча, но тогда и курс был ниже, и бесконтактной оплатой мало кто пользовался. Эксклюзивное интервью с Александром Малениным не пропустите сегодня в программе «После новостей» в 20.45. Народный артист сдавал концерт в Краснодарске 8 марта, и ТВК удалось пообщаться с певцом. За последние 6 лет это первое интервью региональному каналу. Александр Маленин рассказал, почему так редко общается с журналистами, какие песни поет дома, что думает о современной музыке, и поздравил телезрительниц нашего канала. Хорошего мужика, чтобы любил по-настоящему, искренне, чтобы на руках носил, подарки дарил. Полное интервью смотрите сегодня в 20.45 в программе «После новостей». Самая обсуждаемая новость в Красноярске снесли комбайновый завод. Теперь с Баграда видно правый берег. Подробности через 2,5 минуты. И самые яркие события универсиады за последние сутки через 10 минут. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. С улицы Баграда теперь открывается вид на правый берег и горы. У прохожих это вызывает удивление. Еще бы больше 70 лет на этом месте стоял комбайновый завод. Теперь он стал историей. От большого здания не осталось ничего. Кругом обломки и строительная пыль. Эту тему уже несколько дней красноярцы обсуждают в интернете. Многие пользователи пишут, что сожалеют, ведь с заводом связана целая эпоха. Говорят, какую-то часть стен нужно было оставить для истории. А другие не видят повода для грусти. Якобы цеха уже давно пустовали. И на этом месте нужно строить что-то другое. Вообще стояло это здание просто так. Ну, думаю, что парк будет только лучшее самое, что можно придумать. Вот это прекрасно, что видим, наверное, город, да. Это как по сердцу этим ножом. Мы всю жизнь прожили тут рядом, вот, дома. И тяжело, конечно, переживать это дело. Так, все сломали. Да, причем быстро, еще недавно все стояло. Комбайновый завод построили в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны на нем выпускали снаряды и боеприпасы. А в 2013-м его закрыли. На рабочих уволили, площади сдавали в аренду. Позже территорию предприятия выкупила строительная компания «Сибиряк». На этом месте хотят возвести новый жилой микрорайон. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Пост считается самым строгим и продлится 48 дней до праздника Пасхи. В этом году она придется на 28 апреля. Во время поста нельзя употреблять алкоголь, курить, есть мясо, рыбу, яйца и пить молоко. Но не всем женщинам, детям и больным людям можно не ограничивать себя в еде. Также церковь запрещает любые развлечения. Многие рестораны в это время, чтобы не терять клиентов, разработали постное меню. В нем есть и десерты. Из плова мы решили исключить мясо и заменить его шампиньонами и белыми грибами. Что очень необычно, в нашем постном меню есть десерт, шоколадный торт. Привычные всем яйца и сливки заменили на определенные ингредиенты, из которых также можно приготовить вкусные десерты. Продолжаем проект Натальи Кечиной «Красноярские спартакиады». На этих глобальных спортивных мероприятиях Советского Союза только трижды главами судейских бригад становились красноярцы. Двоих уже нет в живых. Яков Эдгард был главным судьей на спартакиаде по лыжным гонкам. Подробности у Натальи Кечиной. Великий дефицит кроличья шапка и настоящее финское пальто. В 86-м на спартакиаде полагались только главным судьям. Остальные, которых в подчинении Якова Яковлевича было целых 60 человек, носили другую униформу с логотипами спартакиады. Преподаватель физкультурного техникума Яков Эдгард тогда уже имел опыт судейства крупных соревнований. Потому право быть главным – редкий случай предоставления москвичам, а именно ему. Надо сказать, что лыжную трассу Ветлужанки сооружали ударными темпами за полгода. В 86-м здесь был непроходимый лес, а судейский домик сдали за день до начала соревнований. Я утром приезжаю сюда, в этот домик, у меня стекла все замерзшие, мороз был. Я всех подсобных рабочих поднял, давайте теплую воду с солью. Нам надо сейчас приедет начальство, все из Москвы, все из нашего краисполкома, все приедут в суде, а мы ничего не видим. Помимо, собственно, трассы были спроектированы, построены подъездные пути к лыжне Ветлужанки через улицу Стасовой. Да и улица эта появилась, собственно, тогда. Что до соревнований, то электроники в нынешнем понимании тогда не было. Старты были не массовые, а одиночные, каждые 30 секунд. Судьи фиксировали результаты на протяжении всей трассы, связь с дистанцией осуществляли радисты посредством допотопных, таких еще военных, вертушек рации. Тут же фиксировались результаты, распечатывались на принтеры, озвучивались комментаторами. Яков Яковлевич контролировал весь этот громадный механизм. Нагоняй получил все равно в первый же день. Ну, людей нету. Представляете, это отдаленность от города, ну, по тем временам. В чем дело, почему нет народу? Я говорю, ну, я не знаю, чтобы завтра был народ. Ну, и нам на следующее утро, смотрю, автобусы подъехали, студентов снимали, рабочих снимали, чтобы поставить на трибуны, вот здесь вот у нас были, чтобы видно было, что люди были. Наша красноярская команда тогда, в 86-м году, выступила далеко не блестящее 12-е место. Уступила только Латвии. Но работу судейской бригады Всесоюзная Федерация ценила тогда на отлично, за что Яков Экард и получил почетную грамоту Крайкома КПСС, а также бесценный опыт и самые светлые воспоминания о той, хоть и невероятно сложной работе на Красноярской Спартакеаде 86-го года. А для вас это было, когда вы узнали, это было почетно как-то? Главный судья... Наталья Кичина, Владимир Антонов, новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Мы сделали селфи, сфотографировали, взяли автографию. Очень круто! Когда ты денежную черту пересекаешь, видишь себя на табло, и ты понимаешь, что вот победа. Мы выиграли бронзу, и нас согревали знакомые лица на трибунах. Поддержка наших родных, которые приехали с нами сюда, это очень важно, потому что мы буквально играли в керлинг на другой стороне земного шара, и наши родители вдохновляли нас своей поддержкой. Без них было бы намного тяжелее. Я выступаю в бордер-кроссе с лалами, хафф-пайпи и с лоуп-стайли. Это сложно, но я рад, что могу. Я немного устаю, но после выступления я сплю, и все хорошо. Я наслаждаюсь каждой дисциплиной. Организация на довольно высоком уровне. Нам все рады, нам все помогают, улыбаются. В Красноярске организовали очень хорошую зимнюю универсиаду. Я принял участие в зимнем плавании и хотел бы этим взбодрить наших китайских спортсменов. Парни, мы на универсиаде. Кубок за универсиаду. Это же ответственное мероприятие. Это одно из самых главных событий, я думаю, в моей жизни. Это медаль универсиада, она займет, я думаю, одно из самых высших мест моих наград. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА